Привет, 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 геймеры! С вами Greenland и это продолжение арки сражений с каменными солдатами, с каменными солдатами уровня 85-го, самыми сильными каменными солдатами, которые есть в игре. В прошлый раз мы испытывали на прочность команду Микеланджело, а на этот раз мы будем испытывать на прочность команду Донателло, друзья, вот так вот. Всегда первыми Леонардо и Рафаэль идут, а в этот раз Микеланджело и Донателло. Как говорили в Никовском сериале в одной из серий, Team No. 2, команда номер 2. Лео и Раф там были командой номер 1, а Донни и Майки команда номер 2. Знаете, ребят, я провтыкал где-то Донателло, какого, Vision Quest, видение Донателло. Эй, алло, 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 вы, конечно, все его уже видели, когда я листал, а я рассказывал вам сказки и не заметил. Все, погнали. Погнали. В прошлый раз Микеланджело расправился со своими двумя двойниками в других одежках, расправился с нашими соперниками. Вы можете это видео посмотреть, на канале оно есть. Получилось довольно здорово. И сейчас Донателло будет показывать со своей стороны свои возможности, как он будет разбираться с соперниками. Вначале у нас долгозатяжная атака крыс, которые сразу же получают от мага Донателло массовую атаку. И троих он прожаривает насмерть. Одна дает сдачи, но она отравлена и недолго проживет. Донни Никовский сразу же выставляет защиту, сразу же выставляет щит. Донни видение добивает одну из крыс. Две крысы у нас осталось. Одна сейчас сама сдохнет от яда. А Донни, конечно же, маг выставляет броню. У-у-у, всем троим, здорово. Здорово, здорово, здорово. И отправляемся дальше. У нас тут, как и в команде Микеланджело, есть хиллер, есть лекарь. Тот, кто будет нас лечить, это Донни Маг, Донни Волшебник. В команде Леонардо у нас тоже будет хиллер. И только у Рафаэлей хиллера не будет. И им будет сложнее преодолевать трудности, которыми мы их наградили. Которые мы собираемся с ними вместе преодолевать. Так, белка ноидов. Чем будем мочить белка ноидов? Белка ноидов будем мочить обычными ударами. Нам две массовых обязательно пригодятся на Армагоне и космических черепашках. Потому что, если мы их не уварим с двух массовых, то они потом могут нам очень подпортить статистику. И даже могут уменьшить количество членов нашей команды. Последний белка ноид. Ну, конечно, Донни Введения, он обладает сильнейшим, опаснейшим ударом. Он многих соперников, вот таких мелких, сносит с одного удара топором. Донни Маг тоже продемонстрировал нам, что не только Донни Введения такой крутой. Причем Донни Маг ходит сразу два раза. Одного снес с одного ударчика, второго все-таки помиловал, пожалел. И сейчас так. Наша задача что? Чтобы они все сходили. Потом мы поубиваем большинство из них, прокачаем защиту и отправимся мочить Армагона с черепахами космическими. Здорово, Дончик даже подлечился. Так, а ну, с одного раза вольнешь? Нет, не получилось. Хорошо, Маг разберется. Здорово. Двое их осталось. Раз. Теперь мы еще круг, пожалуй, сделаем атак. Раз. Два. Теперь выставляем защиту. И надеемся, что он не будет массовую сейчас применять. Он применил одиночную атаку. Пока у нас щит работает, который выставил Донни Игровой. Поэтому щит нашего никовского Донателло мы не будем применять. А вот вызывая удар на себя, Донни Введения, тот приемчик, когда он разрубает фигурку деревянную тигриного когтя, он мне не нравится. Он, кажется, не прокачивает остальную команду, и Донни Введения все начинают мочить, и он быстро проигрывает. Поэтому я его очень редко использую. И, видимо, мы сейчас его не будем использовать. Так, космический Микеланджело атакует нас сразу и избивает броню с мага. Дальше атакует нас космический Леонардо. Нас не удалось нам, учитывая разные скорости, нам не удалось задействовать две массовых атаки. И это мне совершенно не нравится. Все пошло не по нашему сценарию. И Донни Введения получает сильные ранения. Прямо прифму сказал, да? Так. Ой, он использует массовую. Да, это просто кошмар. Нам могут Донни Введения сейчас прикончить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстренько лечимся. Так, во-первых, во-первых, используем массовую. Донателло Никовский использует массовую. Конечно же. Так, у-у-у. От Рафа изб... Нет, кто? От Микеланджело мы избавились. Теперь мы избавляемся от... От кого? От Рафаэля. Кидаем на него камушек. Здорово. И нужно, чтобы Макс ходил, чтобы он нас полечил. О-о-о, да, чувак. Дай нам пиццы. Класс. Класс, класс, класс. Теперь Армагон умирает вместе с Леонардо. Так, Донни нас сканирует. Здорово, здорово, что он не наносит нам урон. Потому что не стоит. Так, Армагон, умирай. Армагон не умирает. Ну, хорошо, он умрет. Он умрет. Мы добьем Донни. Есть. Есть. Все идет, ребята. Как надо. Но они дали нам бой. И мне это нравится. Уже большие сложности возникли у команды Донателло по сравнению с командой Микеланджело. Уже есть отличия. И это прикольно. Это прикольно. Это добавляет нам интриги. И еще и каменные солдаты могут нас сейчас немножечко огорчить. Но, я думаю, огорчать будем мы их. Команда Микеланджело, как вы заметили, там они все почти быстрые. Твой из трех были быстрые по классу своему. И они атаковали первыми. А Донателлы, они вообще все разные. Один технарь, один хитрый и один могущественный. Быстрых нет тут у нас. Поэтому у них сразу же возникают проблемы. Так. Нас атаковали. Теперь атакуем мы. Атакуем мы. Почему я не добиваю одного? Потому что слабость есть у трага. У трага Донателло. Я почему задумался? Опять же, чтобы не перепутать каменных солдат. Так, есть. Трага мы выбили. Гранитур остался. И очень классно с двух ударов мы трага выбили. Потому что Донателло технический преобладал над трагом. Класс над классом. Все вы поняли. Так, есть. Добиваем гранитуром. И Донателло побеждает. Вот он молоточек. Мы держали его всю игру. Тащили в ваше логово, чтобы зарядить прямо тебе в твою каменную башку этим молотком. И вырубить тебя. И победить. Вот это победа, друзья. Классно. Мне игра Донателлами показалась интереснее игры Микеланджелами. Потому что все-таки у нас возникли какие-то проблемки на космических черепашках и Армагоне. А какой бой показался интереснее вам, конечно же, вы можете написать в комментариях под видео. И надеюсь, вы это сделаете. С вами, друзья, как всегда, играл, развлекался и тараторил Гринланд. Кавабанга, чуваки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok